В студии Семён Аркадьевич Багдасаров. Дело в том, что мы должны вещи назвать своими именами. Это трагические события, которые происходят, но я постараюсь с точки зрения интересов России объяснить. Я помню, что Владимир, сразу после обострения ситуации с битым нашим самолётом и обострения российско-турецких отношений, я в том, что в этой студии предупреждал о развитии ситуации вот по такому сценарию, который сейчас развивается. Обозначил несколько точек. Это Южный Кавказ, Центральная Азия, внутри России. Потому что было очевидно, что это будет запущено. Мало того, эти турки-то особо не скрывали все эти деяния. Чего мы молчим? Дважды, мавлютчевый углу министра странных дел Турции летал в Баку сразу после обострения отношений с Россией. Дважды, по сути, подбивал к решению карабахского проблем, как они это называют, в том числе обещая всяческую турецкую помощь. Летал туда и Ахмедову, углу премьер-министра Турции, тоже в открытую говорил о необходимости возвращения Нагорного Карабаха и о том, что Турция оказала всестороннюю помощь. Так, Артаган дважды планировал полететь в Баку, но теракты не позволили. Но это ему не мешало говорить это при встрече с Алиевым, когда Алиев был относитель недавно там. Слушайте, но что мы скрываем? Что это не случайно вдруг столько лет вляло текущий конфликт, перестрелки, и вдруг вот сейчас он вылился в открытое противостояние. Это дело рук турецкой политиков во главе с господином Артаганом. Так ведь никто не будет отрицать о роли Турции в обострении отношений на Херсоне, на границе с Крымом. Слушайте, может, это тоже не было, да? Наверное, не было визита Ахмеда Туглу в Киев, и он не встречался там с Порошенко и Цуниками и прочее, и тоже, собственно, призывал, в общем-то, далеко не мирным действиям против России по поводу Крыма. Или не было помощи Министерства обороны Турции к радикальному Крыму, к Крымскому, к Меджилису, по поставкам оборудования и так далее, амунирования, снаряжения и так далее, после чего возникла известная блокада и заявление о том, что некий батальон, который формируется там, значит, на границе Херсоновича и Крыма, значит, они берут на своё снабжение. Этот, может, тоже не было? Может, я что-то не понимаю? Ну, об этом заявлял лучший друг Касьянова, как я понимаю. Руководитель Меджилиса. Джамилёв. Джамилёв и второй там татар. Да. Они же лучшие друзья Касьянова, как я понимаю. И приняли его как Крымско-катарский Меджилис. Да, да, да. Это интересно, исходя из этого, Пелевина тоже становится Крымской татарской? Меджилиской. Меджилиской, точнее. Ну, так, извините. Да, но это же всё было. Почему мы об этом не говорим? А надо возвращаться к этому, чётко понимать. Нельзя не доценить Эртогана и его банду там, да, которая будет всячески провоцировать конфликты по периметру Российской Федерации, где бы это не было возможным. Таковыми болевыми точками, кроме вычисленной, является Средняя Азия. Если мы не будем это учитывать, да, и будем говорить, да всё, это вот случайно, 20 с лишним лет, длится конфликт, это ничего страшного и так далее, то мы не сможем организовать и ответные меры, которые приструнили. Кто-то может верить, что Эртоган, да вот углу, после того, когда ему сказали, не надо этого делать, он успокоится. Слушай, я, если будет время, расскажу, как они сейчас с беженцами соперяются распоряжаться на территорию, вообще мало не покажется. Это по цинизму и того, что они делают. Как будто живёшь в средних веках, знаешь. Поэтому они это будут действовать. И нам надо чётко дать понять, всем государствам расположены на периметрах границ, значит, то, что мы называем постсоветским пространством, любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации непосредственно в близости от Российской Федерации, будут рассматриваться как враждебные действия, да, как и любые действия, направленные на неоказание своих союзнической помощи Российской Федерации на стабилизацию ситуации, я сейчас по центральной названию, на стабильность ситуации, также будут как враждебные действия. И многовекторность, это проституция нового варианта, который вспомнят наши псевдосоюзники, пора прекращать. И, соответственно, мы имеем право жестких мер принятия по отношению к тех, кого некоторые, по-моему, серьезно называют союзником. После чего хочется столь смеяться, столь плакать, ты не поймёшь, да? Вот, поэтому это первое. Второе. Ну, Турция должна чётко понять, что она жёстко поплатится за то, что она пытается провоцировать эти конфликты по периметру России, да и внутри России тоже мы узнаём, что всякие трещинские группы прибывают, арестуют и так далее, да? Поэтому мы чётко должны что сделать? Предвидеть Турцию о том, что дальнейшее её... Я сейчас слышал о том очень большого дипломата, вот он так дипломатчик сказал, чтобы ему сказали, слушай, повтори что-нибудь, я сказал, ничего не понял. Это работа дипломатов, так должно быть. Поэтому, когда мне говорят, мне лучше поговорить с военным чётко, правильно, честно, по порядку. А дипломаты, прости, Господи. Это мне напоминает фразу, а чего вы, если вы гражданские такие умные, что же устроим не ходите? Аркадьевич. Я тебе объясню, почему. Почему потом наш рядовой Иванов Петров-Сидоров должен исправлять ошибки всей этой дипломатии? Это бесспорно, Сергей Аркадьевич. Знаешь, почему... Вот самая страшная картина, которая возможна. Вот ты ж танкист. Ну, да. Евгений Янович танкист. Я танкист. Представляешь, нас троих в одном танке. Просто чисто физически непонятно, как загружить. Это да, это я тоже подумал. Вот это и есть самое страшное. Не залезу. Ты-то залезешь. Мы с Евгением Яновичем точно не залезем. Застрел. У него была история до похудения. Да, да. Когда я застрелил на уровне икр. Я как-то, когда у меня парадный китель висит в гардеробе, я как-то раз хотел его поменять, он мне вот здесь оказался. И вспомнил, что я как-то успешно боксировал полулегковесовой категории до 50 миклорам. Теперь я дважды полулегковесовую категорию. Дважды полулегковесовую категорию. Дважды это все, да. Поэтому тут никуда не денешься, да. Это время идет, и вот так получается. Поэтому расскажу без лишней дипломатии. У Турции есть болевые. В Турции внутри очень плохая ситуация. По сути, идут крупномасштабные боевые действия в семи иллах провинциях Турции. Идут они с Народными силами самообороны Рабочей партии Курдистана. А в последнее время не только с Народными силами самообороны Рабочей партии Курдистана, а по сути, объединенными левыми силами в Турции. Потому что, как я как-то по телефону сказал, может, очень чур-чур кратко, да. В Турции две недели назад, чуть больше, прошел съезд на территории контроля... Когда говорят о всесильности турецких спецслужб. На территории Турции собираются все крупнейшие левые группировки и объявляют о создании Объединенного Народного Революционного Фронта, да. Это, так сказать, марсистско-ленинские и так далее, группировки, да. И сейчас достигнут соглашения совместных боевых действий. Как на территории Турции, так и оказания помощи на севере Сирии. Так то, что называют Северным Курдистаном. Хотя непонятно, кто это называет сейчас. Это Федерация Северной Сирии, да. Ну, это отдельный вопрос сейчас, не будем затрагивать. Так, значит, мало того, знаковым является, если город Нусабейн, это прямо на границе Сирии. Так вот, впервые в открытую отряды самобороны партии Демократического Союза и Народные силы саморазработчиков партии Гурдистана введут уже в третью неделю бои с турецкой армией, ожесточённые бои. Так вот, турецкого руководства должно знать, и это без всяких дипломатий заявлено. Если они дальше будут плести интриги по периметру Российской Федерации, внутри Российской Федерации используют свою агентуру, это отдельный вопрос, да. Они получат жесточайший отпор, вплоть до признания Национального Союза и Движения Курдов законным и оказания им всестороннюю помощь. Хватит, с врагом надо воевать по-вражески. И не надо это самое. Напоминаю, что Рабочая партия Гурдистана у нас не является террористической. Ни одна из группировок, которая там собиралась, не является террористической, а поэтому мы имеем все права на это действие. И мы окажем всех всестороннюю помощь. Если мы будем действовать вот так дипломатично, надо вроде... Хватит никакой дипломатии. Жёсткое конкретное действие против этого государства. Извини меня, очень интересное государство, где глава государства, господин Эртоган, не скрывает своей симпатии к исламскому государству, к Джибхата Нусре, да, то есть террористическим группировкам, признаваемым всеми государствами мира как террористическими и в том числе организациями объединённых наций. Но это государство, член ООН, член НАТО. Слушайте, ну до абсурда-то нельзя доводить ситуацию. Ну вот недавно он снова выступал перед сельскими старостями. Ну у них есть такое совещание. Он снова Джибхата Нусор хвалил всячески. А по исламскому государству уже только ленивый не знает, и в Турции там много противников этого, что Эртоган и его клика в своё время, в советское время, поддерживают их. Так можно вопрос задать? И сколько это будет продолжаться? И сейчас остриё это направлено на Ближнем Востоке против Сирии и Ирака, а за предел против нас. Поэтому мы должны очень серьёзно к этому отнестись. В конце концов, возьми у американцев. Смотрите, сколько цинизма и прагматизма. Значит, официальный представитель Белого дома Торан, да, кажется, он говорит о том, что ему говорят... Маркуша. Как? Марк. Марк. Я подумал, почему Маркуша, у меня... Ну а, не буду. Значит, да-да-да, а то американское посольство ещё пришлёт. Почему их человека так назвали? Значит, говорит, партия Демократического Союза — это не террористическая организация. РПК — да, против турок. Барзаня, Масуд выступает, говорит, что партия Мурсийского Союза и РПК — это одна и та же партия. Они говорят, нет, это нет, а вот это да. Почему? Потому что они им нужны. Без них они в Сирии ничего вообще не сделают, и они в ноль без палочки, одной авиации, как говорится, с небольшими отрядами спецназа, ничего не решишь. Так почему же мы не столь циничны? Так почему мы не столь прагматичны? Если это государство вредит нашей стране, открыто и явно, да, что, что называется, со слюной на губах, может, пора ответить и оказать помощь им, и потом мы посмотрим, что там будет происходить. Они рано или поздно добьются своей, кстати, независимости, так пусть лучше при помощи нас. Ну, вообще, как я понимаю, мы можем оказаться свидетелями, если не мы, то наши дети, довольно серьёзные перекройки политической карты мира. Ну, приезжая на Ближнем Востоке, в том числе за счёт Турции, извините, откровенность, да? Потому что уже всё. Сейчас ещё дает в австаган, смотрите. Значит, сейчас же Евросоюз, конечно, меня поражает. Они договорились обменивать хороших беженцев на плохих мигрантов. Один к одному. Слушай, я вообще не понимаю, да, что такое. Я вот удивляюсь немцам, французам, бельгийцам. Как они терпят этот бред сивой кобылы? И ещё за это платить деньги? Я на уроке итальянского языка специально читал, что об этом пишет Карейра де Ла Сейра. И, значит, весь план по обмену... Я сначала думал, может, просто у меня итальянский такой, что я не могу понять. Потом я всё-таки, значит, добил, понял, нет, проблемы не в моём итальянском. Проблема в том, что я по-русски-то ничего-то не понимаю. Ну, вообще-то это никто не может понять. То есть я понимаю, что просто даётся дикое количество денег, я совершенно не понимаю, на кой хрен. Для того, чтобы получить почти то же самое, да, только под другим названием. Так вот, тётя Терфтаган, он говорит, да, вот эти беженцы, ну, куда же гевать? А почему бы их заселять в курдонаселённых районах, откуда пошли беженцы? То есть оттуда беженцы свыше 400 тысяч побежали в другие районы, да, война идёт курдская. Так вот, у места курдов, в частности, в районе Диар-Бакыра, он предполагает заселить на постоянное место жизни свыше 200 тысяч подобных то ли беженцев, то ли мигрантов, уже запутаться можно. Как тебе это? Это этническая чистка с тяжелейшими последствиями, понимаешь, да? Потому что курдон никогда не признает этих беженцев, это будет конфликт, да? Эти беженцы, значит, естественно, будут ориентироваться на Ангару, убивать там всё, что можно убивать, потому что им там же надо где-то жить. Это происходит сейчас, сегодня. И по цинизму дальше некуда. А теперь, почему я говорю о Среднязии? Значит, насколько велико влияние на ситуацию в Афганно-Таджикском, потому что пограничные, да, мы... Почему? Ну, 2,5 тысячи километров, бывшая советско-афганская граница, туркменская граница, мне мало интересует, 170-километровая граница с Узбекистаном. Афганистан, они там, мышь проплывающая замудрия, её поймают, там такая граница, поверь, всё видел, как говорится, да? Я говорю, как-то в первый раз приехал, смотришь, моряки ходят по тормозу, что это такое? Как, вот моряки, а это амударинская пограничная флотилия. То есть, там, ну, есть 1443 километра Афгана-Таджикской границы, к которой мы говорим, что это вот для нас это очень многое значит. Я скажу, почему оно для нас многое значит? Оно значит не потому, что завтра произвёт какой-то конфликт, и там Таджикская страна то ли справится, то ли не справится. А дело в том, что конфликт произвёт, скорее всего, на самом опасном в горно-бадахшанском померном направлении. И по схеме 1999 года, именно такая схема будет использована, они могут оказаться в районе Ферганской части Кыргызстана, да? А это страна Евразес. И беженцы, как догадайся, куда они побегут? Да сомнений нет. Ну, и зачем это нам надо? Никаких сомнений нет, куда они побегут. А теперь как Турция может это использовать? Слушай, ни для кого не секрет, что национальная разведка Турции имеет колоссальное влияние на террористические группировки, как их называют, центр-азиатского происхождения. Самый большой официальный офис Исламского движения Узбекистана, официально, это не то, что где-то там Пешаваре, где-то там полуконспирация, да, там или ещё, бог знает, где в Азерастане, или я не знаю, где там ещё, да, официально находится в Стамбуле. Это одно из самых опасных группировок Исламского движения Узбекистана. Там же находится Исламское движение Восточного Туркестана, она уйгурская, против китайцев, но их тоже можно использовать, понимаешь, да? Там же официально находится. Кстати, и одна, и вторая группировка воюют в системе в Джабхатан-Нусре, на Алеппо, в том числе против нас, и они могут это использовать. Об уж связи с Исламским государством, как я сказал, ленивый только не знает. А если мы говорим, что на севере Афганистана уже усиливаются позиции, в том числе в районе Афганского Бадахшана, в ряде уездов, позиции Исламского государства, именно отрядов, куда входит частично, там раскол прошёл в Исламском движении Узбекистана, частично Союз Исламского джихада и Исламское движение Туркестана, не путай с Исламского движения Восточного Туркестана. Возникает вопрос, они могут это использовать против нас? Конечно. Могут. А сколько чего для этого надо? Они не могут это не использовать против нас. А что для этого надо? Ты не поверишь, для этого не надо никаких тысяч, там, бои. Для этого просто надо 300, 400, 500 бойцов, которые пересекут Афганно-Таджирскую границу в районе Памира. Мы там вообще не представлены. Мы стоят... Десять лет были на Памире наши пограничники, а потом в 2005 году нас убрали, потеряв контроль на крайне важном статистическом районе. Ну, вот много откуда чего убирали. Вот сейчас приходится исправлять, как говорится, по схеме изжаренного петуха, кое-куда клюнувшегося. Значит, мы там не представлены. Мы не обладаем в полной ситуации. Всё, что через 33 переговоры, что нам скажет кто-то, и в том числе заинтересованная сторона. Поэтому они проникнут, пройдут через территорию Таджикистана, через самое опасное направление, Калахумское направление. Оттуда проникали в Рашскую группу района, и вот в район Баткента. И что мы будем делать? Воевать с ними там в горах? Практически невозможно. А внутри, внутри, на юге Кыргызстана, я говорил на передаче, это Баткенская область, Жалобазская и Орская область, самая большая концентрация экстремистских группиров в Средней Азии. А они с тыл могут поддержать те или иные группировки? Может, не все. Там есть между ними тоже проблема взаимоотношений? Конечно, да. Мы что сейчас в этом плане делаем? Мы недавно, я недавно тебе говорил, да, у нас, правда, на Хатлонском направлении 201-я база. Можно откровенно? Конечно, нужно откровенно. Проходит, конечно, о чем мы дошли до такого времени, что надо вещи говорить, а не дипломатией заниматься, проси господи. Значит, дело в том, что 201-я дивизия, опасность базы, она располагалась вот так. Штаб-квартира находилась в Душанбе, штаб-дивизии, да? Ещё несколько подразделений Душанбе, там, в том числе, госпиталь Душанбе в хороших местах, и сто раз там был. Один полк находился в Курган-Тюбе, а другой максимально приближён к афганно-таджирской границе в Кулябе. Так вот полк, который расположен в 42 километрах от афганно-таджирской границы, максимально приближён к Кулябский полк, его вывели оттуда, под настоянием таджирской стороны. И увели, знаешь, куда? Если бы полигон Ляур, это полигон 201-я базы, на полигон вывели, живите там, там женщины, дети, система школы. Лучше, ты меня спрашиваешь? А теперь я буду отвечать откровенно. Ты скажешь, а какая тут причина? И все гадают, по-умному, там что-то. Я, как ты говоришь, только факты. Зачем нам анализ? Да не нужен нам анализ. Нам нужен. Вам даст хорошо. Нет, нет, это опасно, ты будешь ещё хлеще. Значит, вот когда штаб 201-я базы вдруг несколько лет назад решили вывезти из центра Душанбе. Это были обустроены городки, ты понимаешь, да, там, и для мойских частей, и для семей. Ну, конечно. И куда их перенесли, как ты думаешь? В один из самых непригодных пригородов, точнее, дальних районах Душанбе. А на этом месте что возникло? Догадайся. Жилой комплекс. Обожаешь. Дворец его превосходительства. И Мамариша Репыча. Потом друг госпиталь, который исполнялся, ну, просто шикарный месте. Тоже много лет, ты понимаешь, ещё с советских времён, да? Его тоже переносит в другое место. На его месте, как думаешь, что оказалось? Опять ошибаюсь, не жилой комплекс. Ещё один хороший дворец, но только для очень близкого человека. Это так относиться можно к великой стране? Так можно относиться к стране, которая вам сделала всё, чтобы вы жили более-менее в нормальных условиях? Это так можно относиться к той стране, которая вам обеспечивает безопасность? А сейчас вывели из Куляба. Тоже обжитая, ты понимаешь. Куляба-то, ну, что это такое? Мы знаем, кто даже был в своё время представителем областполкома. Это да? И вот из обжитого района выводят на полигон. Не нужно там, значит, второй полк Курган-Тюбинский стоит свыше 200 километров от границы. Тебе как это нравится? Ты мне объясни, что это... Мне это никак не нравится. Это самое... Если это так обстоят дела, да? О том, что и слова не хотят слышать о перемещении наших отдельных подразделений в район Памирно-Горного-Бадакшана, да? Хотя соглашение... Внимание, когда будут жаловаться... Я только официальный документ... Соглашение по поводу продления, значит, пребывания нашей базы в Таджикистане предусматривает... Есть там статья 75-я, возможность перемещения наших подразделений, да, с разрешением местных властей. А туда не надо. А догадайся, а почему вдруг они не хотят нас пустить? Почему? А почему? Да потому что оттуда делаются новые потоки наркотрафика. И с соседнего Китая, это восточный Памир, ширпотреб китайский. Но у нас и нет задачи бороться с контрабандой. А, слушай, нет, но они не хотят. А зачем? Значит, они не хотят, чтобы мы получали реальную информацию. Ты же понимаешь, да? Если там что-то потворится там. Может, потому что в 12-м году, когда был конфликт в Горном-Бадакшане, один из, как я уже говорил, командиров замначальных штаба Ишкашинского погранотряда, оказался родным братом Лёши Горбатого, Аймбеком Думаноповым. Когда я услышал фамилию, я говорю, наверное, это одна фамилия. Я услышал, он говорит, не-не-не-не, это его брат. Хорошо охраняет границу. Лёша Горбатый, это главный наркоборон. Лёша Горбатый, Пабло Искоборо, это мелкие там наркодилеры. Понимаешь. Чисто наши такие темы. Не, ну... Ну, так бывает. Но брат за брат не отвечает? Да, конечно, очень сильно не отвечает. С ни одним словом. С ни одним словом не отвечает. Случайно, слушай, хороший человек был, да-да-да. Сейчас, не знаю, не знаю. Слушай, хватит, может быть, если вам не нужны наши 201-я дивизии и наши базы, нашим тоже надо подумать, а там ли мы расположены. Нет, ну, во-первых, конечно... А ты спроси, авиационная группа-то наша там есть? Есть там наша авиационная группа? Я тебе говорю, нету. Она в своё время располагалась в месте, когда ещё французская авиационная группа была в Душаминском аэропорту, ну, когда французы присутствовали в Афганистане, обеспечили, да, и наши там были, наших оттуда вытурили, потому что денежку не просили, и они были вынуждены, мы перебросим свои самолёты в Кант, на нашу базу ВВС в этом, в Кыргызстане, да, и мы долго боремся с ними за очень известный аэродром, чтобы сделать базу. Ну, надо же прикрывать войска, логично, да? Никак не дадут, вот индусам дали, индусы какие-то там интересы имеют. Если вы всё продаёте, да, тогда, ребята, значит, так, мы должны наши части передислоцировать на территории Кыргызстана, являться членом, значит, Евразеса. Ну, таким образом мы сразу теряем Таджикистан. А скажи, а зачем тебе Таджикистан? А ты что, уже не потерял Таджикистан? Может, я тебя расстроил? Уже потерял? Нет, подожди, подожди, уже потерял. Ты знаешь, что доминирует в экономике Таджикистана? Подожди, подожди, ты спрашиваешь, да, естественно, спрашиваешь, зачем мне Таджикистан? Ну, я-то известный империалист. Слушай, я ещё более известный империалист. Ну, пока мы спорим о том, кто из нас более известный империалист новости очень любопытно что депутат оппозиционер дмитрий гудков обратился к руководителям крупнейших госинформагент стас имея россии сегодня с просьбой объяснить почему эти сми не в полном объеме осветили нашумевшие расследование международного консорциума журналистов расследователь я считаю что надо обязательно это выполнить по просьбе дмитрия гудкова в частности осветить его личный офшор то есть чтобы никто об этом на не забывал так что так как у дмитрия гудкова он есть то поэтому его тоже осветить чтобы он объяснил если у него он есть затем сейчас очень любопытно что выяснилось вот большое расследование фейсбуке от романа голованова что куратор panama papers получил от госдепа более миллиона долларов на сбалансирование российской медиасферы куратор и заказчик информационной атаки на российского президента как пишет голованов дрю салливан бывший стендап комик получивший от госдепа сша более 6 миллионов расскажу сегодня пишет голованов об очередном крупном транше госдепартамента сша организации journalism development network который с очередь не просто регулирует деятельность у си си айпи но и выступает финансовой прокладкой между последним и правительством сша в пятнадцатом году journalism development network получила от американского внешнеполитического ведомства миллион 185 тысяч долларов на реализацию проекта со следующим заданием сбалансировать российскую медиасферу указаны сроки реализации проекта 1 06 15 31 12 17 основное место выполнение латвии и дальше приводится документы но конечно вежливо говоря как-то не очень после этого все выглядит не очень неровненько как теперь по поводу таджикистана не был саджикистане у меня свое отношение к этой стране очень позитивная и я бы тоже очень позитивно не волнуйся я хотел бы уравновесить вот такую позицию семинар качи и если например посол таджикистана желает прийти в студию а конечно ответить на эти вопросы рассказать прояснить может быть семинар кач слишком эмоционально оценивать эти события то я готов предоставить трибуну и с большим интересом услышал бы его видение ситуации это конкретный вопрос отвечающий интересам российской и возможности ну во первых надо чтобы был интерес и российской федерации и таджикистана конечно но здесь не данный момент гражданин российской федерации испорно я знаю вопросы на территории таджикистана то обязательно она пишет что азербайджанцы опять обстрелили территории армении тавушскую область они это раньше делали гибнут сельчане на огородах то есть ощущение что реально хотят тянуть вооруженный конфликт россии потому что напомню на союзнические отношения с арменией ну кстати армия это единственное государство на постсоветском пространстве границу который внешнею с турцией охраняет российские погран войска фсб российской федерации погран отряда и погран кинкомбинатура в ереване 100 2 базе уж не говорю да то есть тут как бы это четко понимает яд можно еще по откровению если там давай значит когда были крайне как сейчас модно гать выборы президента в армении ты знаешь оппонент его набрал 37 процентов лет не по 37 лет очень много достаточно да оппонент очень интересное лицо рафио ванисиан он по сути американец за но в прямом смысле этого слова он родился в штатах если не ошибаюсь калифорнии там учился такое прочее затем был кажется министр основного дела армении а потом там срок 10 лет надо прожить значит потом может выставляться президент так вот как и говорится достоверно известно что перед выборами с ним активно работали представители госдепа ша великобритании представители турции и обещали что если он победит что первую очередь есть ли он откажется с нажимом так от услуг погран войск российской федерации обратили сначала пограничники потом только армия 102 база да и уберет их территории армении то обещали какое-то невероятное количество миллиардов долларов и так далее надо четко понять что там игра идет и в этом плане и не надо тут это самое это оппонент российской федерации это база российской федерации это то что на нижнем кавказе где может российская это наши не просто союзник это страна базируется на которой можем решать свои проблемы в том числе на ближнем востоке и американцы англичане и турки турки тоже участвуют а по некоторым данным и участвовал азербайджан они заинтересованы смене власти там дискредитацию и так далее много чем другом да сейчас все говорят мы должны объединиться потому что любой кто сейчас оппозиционер в армении сказать по-другому его ждет плачевная судьба понятно да но мы должны это тоже учитывать мы должны исходить из своих собственных личных интересов всеми друзьями не будешь вот владимир такого не бывает вот наш самый большой друг турция показал какой на друг давайте с видите с геополитики поэтому когда ты потом что истavia спрaseчад старик посадим а почему посол тар PJarrデе в саудовской аравии заявил 1 из самых авторитетных ближневосточный газет о том что как risk на рассматривать возможность вступления так называемый исламскую корицу возглавим саудовской аравии а то в нашу коадюсию почему не хотят вступить эти наши союзники или не наши союзники таджикистан независимое государство и вправе проводить собственную здесь правильно speaks говорить, есть соглашение, есть. Почему вы не хотите его выполнять? Почему вы нашу воинскую часть выталкиваете от границы с обжитых городков бог знает куда Наполею? Я могу это спросить? — Спросить можно. — Россия независимое государство? — Сто процентов. — Или меньше независимое, чем Таджикистан? — Но есть небольшая разница, Семен Аркадьевич. Ты задаешь праведливый вопрос, но как частное лицо? — Как частное лицо? Пожалуйста, пусть приходят. — Я не об этом. Как частное лицо? А посол-то он заявляет, он лицо официальное. — Официально? Ну, есть факты. Вот не можешь сказать, сейчас на улице дождь, снег, солнца нет. Нет, солнце есть. Вот мне больше объяснить-то надо. Почему первое? Есть соглашение. Почему вы убираете наши части из наиболее нужных районов? Второе... — Я это понял. Мы с тобой это уже обсуждали. Я согласен. Мы спросим это посла. — Почему? — Просто мы с тобой это только что обсуждали. — Хорошо, хорошо. — Мы просто сейчас повторяем те же самые вопросы, которые мы уже решили послу адресовать. — Хорошо. — Уважаемый господин послу. И всё. Я только об этом. — Я тоже об этом. Пожалуйста. — Но то, что у нас большая проблема по границам, и что нам необходимо их внимательно прогнозировать и предпринимать шаги, сомнений нет. И то, что, к сожалению, если мы посмотрим то ДКБ, очень на бумаге пока только. — Виртуально. — Мы с тобой говорили, что поучаствуйте, например, сирийской компанией хоть чем-то. — Хоть кто-то, пусть поучаствует. — Затем сейчас же, да, вот вчера многие писали, что очень странное решение было принято белорусами. Что да, там Единый Союз России-Беларуси, но белорусская армия будет воевать только на своей территории. — Слушай, ну о батьке вообще говорить не хочется. Но если завтра ему надо что-то подписать, ему денежку дали, он говорит. — Ну что ты, ну что, как ты же сам в этой студии пел песню про белорусского лобстера. — Меня он туда не пускает. — Про белорусского лобстера, ты же пел песню. Не я, да. Это когда наш господин Зюганов, товарищ Зюганов. — А ты понимаешь, какой теперь новый смысл песни «Незаметной тропой, пробираясь к ручью». — Про лобстера, я помню. — Это про лобстера. — Где трава, где-где-гдубы колдуны. — Это же всё, оказывается, про санкционку. Вот они, незаметной тропой, через Белоруссию пробираются в Россию. — Лобстера вкусно, в пост особенно. — Ты это, с дюнки сейчас, наверное, это самое бедное. А можно лобстера? — Можно. Креветки, кальмары. — Ты кушаешь их сейчас? — Кушаю. — Слышишь, сейчас лобстер принесешь. — Вот хорошо мне монотеисту. Еврею нельзя всё это есть. А мне монотеисту можно. — Монотеисты, изменили, поклоны всех религий. — В единого Бога верю. — А, в единого. — Я верю в единого Бога. — Типа это ты не привязан конкретно религиозному его там. — Вот свинина мне не очень как-то, не очень. — Между вкусно можно? — Ну, невкусно мне. А как-то неполезно. А всё остальное нормально. — Можно, да? — Понятно. — Но у меня ещё также с селёдкой отношения, нерелигиозные, вкусовые. Вот не люблю я селёдку. — Да, и сало ещё не любят соловей. — Ну, сало — это свинина. — А селёдку сало... — Семенович, представляете, сало не любят. — Не любят? Ну, что делать? Ну, что ты мне как жалуешься? — Не любят. — Я тоже вообще не люблю. — Ну, не все же нас, Анна Борисовна, украинцы. — Не все. — Вот видишь. — Только частично. — Я, кстати, считаю, что сирийский конфликт, мы должны... Мы там ещё долго будем. Мы должны всячески привлекать нас, если они союзники. Та же Армения должна там много участвовать. Она должна участвовать, помогая и Российской Федерации, я уж не знаю, чем, бригаду послать. И сирийская армия, кстати, в рядах вооружённых сил Сирии, как и в отрядах самообороны Курдистана. Есть добровольцы из других государств. Мы сейчас по этому не говорим. Ты знаешь, что там формируются интербригады в составе курских первых отрядов? — Конечно, знаю. — Есть два типа добровольцев. Сейчас первый религиозный, это христиане Запада, которые приезжают в двоюродных христианских отрядов, в основном сирийских и так далее. А второй — это левые, или просто люди, которые желают воевать против исламского государства. Они приезжают, в том числе, из Соединённых Штатов, с Германии, с Британией, с Австралии. Многие гибнут там. Они воюют в левых организациях, в том числе отрядов самообороны, и формируются интербригады, как во время войны в Испании. И они воюют, надо, чтобы все приняли участие, если они союзники. Символически, не символически. Оппозиция Лукашенко, слушай, ну что мы с тобой, не понимаем, о чём речь идёт? — Конечно, понимаю. — Денежку дал я, может быть, поддержу, а может, не поддержу. Кто больше дал? Ну что это, какой союзник? Когда я слышу, как товарищ Зюганов хвалит, там, слушай, белорусский, он великий народ. Он выдержал страшную войну, там, известную и так далее. Это один из наших, блин, даже слово, брат, единый народ, да? Но, слушай, это не значит, что позицию надо во всём хвалить лидера, который ведёт себя, иногда, совсем не по-союзнически. А это ведь союзное государство. Это даже не просто член ДКБ, не просто член СНГ. Это союзное государство. Можно звено самолётов послать туда? Можно господин какой-то, ещё чего-то? И это должны делать все. А не говорить, как посол в Ариаде. Мы готовы ступить. Пообещали что-то? Слушайте, ну хватит продажными такими быть. Вы от России получаете тысячу раз больше. Не обвиняй. Не обвиняй. Когда из нас нет доказательств? Давай цифры назову, какая страна получает баб, как через мигрантов и так далее. И сколько они получают? Через мигрантов, это понятно, да. А что, это не деньги? Нет, это деньги. Это не пополнение бюджета? Бесспорно. А и сколько даёт Соединённые Штаты? Я когда смотрел расклад Соединённых Штатов, да, очень некоторым государством соединяет, тот же Киргизия, я просто хотел смеяться. 21 миллион туда, как ты сейчас говоришь, 6 миллионов сюда. Американцы не сказали, что ещё. Причём они дают своим структурам, которые там разворачивают и создают так называемую гражданскую общину или что-то такое. Ну, что помним, в 90-е, как было, деньги, которые выделялись якобы на Россию, до 70%, так и никогда до России не доходили. Сейчас небольшой перерыв новости, а потом продолжим. Сегодня просто день каких-то новостей. Драма с исчезновением маленькой Софии началась ещё с момента её рождения. Представители совета директоров банка БКФ Ольга Миримская и представители совета директоров золотой короны Николая Смирнов приняли решение воспользоваться услугами суррогатной матери Светланы Беспятой, когда стояли в браке. Во время беременности Светланы пара развелась, и Ольга забрала маленькую Софию. Чуть позже суррогатная мать стала утверждать, что девочка является её родным ребёнком, приняла решение выкрасть малышку. По последним данным, Светлана и София ещё в мае выехали на территорию Кипра, подсчёт следы их пропали. Известно, что Беспятой договорилась продать ребёнка семье Николая Смирнова за крупную сумму. Осенью прошлого года на женщину завели уголовное дело и обвиняют в мошенничестве и торговле людьми. Поскольку Беспятого и Смирнов находятся в розыске, им заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде исключения по стражу. Остальные соучастники преступления устанавливаются. Потерпевшим по делу признана мать малолетней Ольга Меримская и сама девочка София. Это уже смешно. Значит, эту историю рассказывал у нас в эфире Олег Лурье. При этом, что забавно, что после этого вышло дикое количество статей, где пытались меня укусить. Видно, что у госпожи Меримской много лишних денег. Она меня заинтриговала, как и её банк. То есть, видно, надо серьёзно ими заняться и на них посмотреть внимательно. У меня вопрос очень простой. У нас в стране закон есть или нет? Вот вопрос очень простой. Меримская считает, что она мать и ребёнка? Генетическая экспертиза это подтверждает или нет? То, что утверждал адвокат суррогатной матери, говорит, что вероятность того, что Меримская является матерью ребёнка четыре тысячных процента, вряд ли даёт возможность называть её биологической матери. Если адвокат соврал, принесите, пожалуйста, данные, подтверждающие, что Меримская – мать ребёнка. Пока, извините, мы знаем точно, что выносила ребёнка эта женщина, суррогатная мать. По закону она имеет право в любой момент отказаться. Если её обвиняют в сговоре и в продаже, есть доказательства? Пожалуйста, предъявите. Если это будет установлено, пожалуйста, судите. Но только почему вы считаете, что вы должны отдать ребёнка Меримской, если она не является её матерью? Потому что иначе вы открываете фантастический прецедент торговли людьми. Может быть, нам тогда, если такая фигня, вообще запретить суррогатное материнство в России? Потому что, извините, но, по сути, суррогатное материнство уже торговля людьми. И если Меримская в 51 год не может стать матерью, ну, может, и не надо? Потому что вот эти все игрища с Богом плохо кончаются. Ну, усыновляйте детей. Но вот эти игры в суррогатное материнство, видно, надо в России прекращать. И если вы кому-то собираетесь отдавать ребёнка, то, может быть, на эту тему тоже есть некая процедура в стране? Или вы отдаёте тому, кто денег занёс? Биологическое доказательство есть, что она мать? Или она, типа, денег заплатила? Вот покажите, пожалуйста, документы. А дальше можете писать про меня в прессе всё, что хотите. Мне наплевать. Меня тем больше вы начинаете интересовать. Вот документы, пожалуйста, принесите. Экспертизу, которая говорит, что ребёнок ваш, ваша дочка. Аркадьевич, я прав? Да нет, конечно. Сколько скандалов уже на этой паре. Суррогатные матери. И это надо запрещать в стране суррогатное материнство. Потому что объясните мне, какого хрена вообще эта возможная ситуация, при которой одинокому отцу, одинокому мужчине запрещено усыновлять? Знаешь, да? Да. А заказать себе детей не запрещено. А мужчине не запрещено, женщине не разрешается. Ну да. Кстати, тоже какая-то. Не, ну клёво, да? А одинокий мужик его даже никто не проверяет. Он может взять и заказать детей. Если ты хочешь взять из детского дома где-то ещё, да, усыновить? Да. Ты проходишь миллион контролей, проверок, все дела. А суррогатная мать заплатила денежку, тебе вынимает. Вообще наплевать, да. И будь то кто угодно. Лишь бы тебя были бабы. Это что, нормально? Нет, у меня вообще, кажется, порочна сама идея суррогатного материнства. Ну, я считаю, то есть мои отношения очевидны. Ну, правильно сказали, игры с богом. Ну, конечно. Это противоречит природе. Вот такой я злой. Не, ну правильно, видите, сколько проблем. На этом фоне лобстер белорусский. Да кажется ничтожным. А креветки есть белорусские? Там всё есть. Там даже, ну слушай, после того, как выяснилось, что существует осетинская бурата... Южно-осетинская или какое-то? Нет, при том, они действительно делают в Осетии сейчас бурату. Но они хороший сыр делают осетинскую. Они делают прекрасную бурату. Но для меня это просто как-то ужасно смешное сочетание. Всё-таки для меня бурата должна быть из города Апулии. Даже конкретно. Ну, если быть точным. То есть, да, они делают потрясающий сыр, который действительно великолепный по вкусу. Осетинский сыр, это его не хуже бурата. Не, ну вот именно, ну по методологии, бурата. Ну для меня звучит уже смешно. Ну шампанское советское есть? Ну что, на самом деле неправильно название, там слово называется «игристый». Ну тогда и бурата осетинская. Ну в этом и суть, то есть, игристые. Ой, господи. На этом фоне бледнеет всё, что я тебе рассказывал. Конечно. Это всё не столь суси. Конечно. Вот, поэтому я что хочу сказать кратко, да? Нам надо очень серьёзно подумать в Центральной Азии. Вот ты смотри, конфликты возникают на киргизско-узбекской границе, да, масса анклавов, споров, да, который вот последний спор сейчас был между Киргизией и Узбекистаном, да, и так далее. У нас, мы сделали так, что Киргизия стала членом Евразес, да, со всеми текающими последствиями. Давайте хотя бы там закрепимся на границах. Не на севере, а на юге, на особо опасном районе. Ну сто раз говорят, у нас должно присутствовать наше военное присутствие в Аше, в Баткенте и так далее. Я не хочу деталей оговорить. Мы должны огородить Евразес от возможностей эксцессов, из-за чего к нам пойдут беженцы. Согласен. Ну, Жень, ну это наша безопасность. Слушай, меня это так всё разозлило. Давайте перейдём к голосованию. 5-5-3-3-3-1. Вы считаете, что суррогатное материнство должно быть запрещено? Если да, то 5-5-3-3-3-1. Запретить суррогатное материнство. 5-5-3-3-3-2 не запрещено. Я голосую за. Посчитай один голос. Да. Борисович, посчитай, Семён Аркадьевич. 5-5-3-3-3-1. За, кто же сидит здесь. Если вы против суррогатного материнства, 5-5-3-3-3-2, если за. Слушай, Аркадьевич, может нам действительно пора уже учитывать, вот смотреть внимательно на наших так называемых союзников и просто принимать в расчёт всё, что происходит. Конечно. Надо опуститься на землю, реально посмотреть, есть ли тайная организация, да, работает ли она, в том числе отвечает нашим национальным интересам, или она на бумаге, зато денег с нас тащат, сколько хочешь под это дело, понимаешь? Вот давай заканчивать вот это игрище, да, надо... Я ещё раз говорю, я не люблю Соединённые Штаты, но американцы, они работают прагматично и цинично. А мне нравится Соединённые Штаты. Да, нравится интересы, значит, всё равно. Левый, пролевый, он нам нужен, всё мы делаем так, всё действуем так, да, всё. Вот сейчас... Нам надо многому учиться в Америке, в частности, прагматизм в этих вопросах. Конечно, прагматизм должен быть, а не просто вскармливать кого-то, потом нам, хотелось сказать, крабов, лангусов или что-то там тащить. Лобсер, лобсер, они же омары. Да, это одно и то же, да, одно и то же, понял. Значит, ну смотри, смотри, вот сейчас ещё происходит в Сирии, да, прекрасно наступает, всё, по миру взяли, да, там 200 километров с лишним до Раки, но это дорога, дорога под контроль, мы можем прийти к Раке и штурмом овладеть эту Раку, сиями нашу коалицию, да, и водрузить над Ракой, как ты говорил, и сирийский, и российский флаг, да. Это будут настолько мощные военно-политические решения, настолько сильная козырная карта, которая будет бить американскую западную карту по всему миру на всех направлениях. Это мы взяли столицу квази-государства, это наше. Так что американцы делают, они сейчас снова толкают курдов. Идите наступайте, они 27 километров. Курды не хотят. Курды не хотят, но курдам мы должны сказать. Не дай бог вы, выполните роль наземных сил, да, тогда забудьте слово Россия, тогда и дружите с американцами. Они вам пароход Азазу никогда не закроют. Сейчас американцы говорят, Джиллабрус назовет, а Азазу нет. Почему? Да потому что это турки в этом, Азаза для Турции, это как бельмо в глазу, да. Нет. А мы можем это закрыть, мы его закроем. Поэтому курды должны, наконец, четко понимать, Раку вы не должны брать ни в коем случае. Вот Азазу, Джиллабрус мы вам поможем. А Раку нет, это наша цель, это наш трофей, это наш огромный военно-политический трофей. И знамя Российской Федерации должно реять на освобожденной Ракой. Всё, забудьте об этом даже. Если об этом будет, даже закрыть предстоительство здесь надо, партия Магдинской Федерации. Хватит играть это, вам и нам, и так далее. Американцы, это ваши злеющие враги. В конце концов, пользуешься терминологией, извини меня, а в рабочей партии Курдистана, когда она создавалась, в 1978 году было четным в обмене написано, борьба, марксистская реальность, борьба с имперализмом НАТО на южном фланге НАТО. А партия Магдинской Федерации, афилирная структура, я к ней отношусь очень хорошо. Ты знаешь, Курдов очень хорошо. То есть ты их требуешь, чтобы они следовали своим программным документом. А не своим программным документом и дружили с Россией. Не пользуйтесь, берите его, а американцы в чёртку дают, но не идите на Раку. Рак – это не ваша цель. Сейчас американцы очень интересно запустили новую такую пропагандистскую темку. Они говорят, ну, Пальмиру, конечно, освободили. Вместо одного кровавого тирана пришёл другой кровавый тиран. Типа никакой разницы. А вот когда Раку возьмёт, по-другому заговорят. Я, кстати, сейчас заговорюсь. Круто. Мало этого. Также они сейчас будут проводить Атлантический совет, проводят там у них целый форум, где будет написано «Российская компания в Сирии. Разбомблённые мечети, больницы, уничтоженные мирные». Вот поэтому Раку надо взять. Ничего так. Молодцы. Вот так вот, да? То есть вот всё однозначно. Поэтому если мне кто-то хочет сказать, что здесь, в России, пропагандистская активность, нет. Давайте посмотрим, кто такие реальные пропагандисты. Кто существует на деньги вполне конкретных иностранных государств. И чья деятельность, кстати, запрещена на территории Соединённых Штатов. И вы неожиданно увидите в этом списке несколько очень вам известных радиостанций. Подводи это голосование. Мы спросили, как вы относитесь к суррогатному материнству. Запретить Т1, не запрещать Т2. Запретить. За этот вариант проголосовал 81%. Проголосовал 81% слушателей. И за второй вариант 19%. Вот такая высокая мысль. Семён Аркадьевич, я надумал, вы наговорили на парочку нот. Ну, чему нам удивляться? Ну, аккорд составляем, видимо, да? Да, да. Я тебе рассказал, у меня была папочка в министерстве, папочка в Думе. Ну, ноты против твоих выступлений. Да, но нигде не было конкретики. Всё было в общем и в целом. Я говорю, покажите мне этого МИДовца, я с ним поговорить хочу. Я имею в виду МИДовца, естественно. Нет, говорит, ну что ты как с ним разговариваешь? Он бежит быстро. Страшно челось. Не, я просто страшно. Аргументы, пожалуйста. Аргументы, аргументы. Ты правильно говоришь. Новости, новости. Должны быть союзники или... Должны быть, должны. Новости, пора переходить. Семён Аркадьевич, до старого пацана. Спасибо.